9 ноября 2023 года в Международном университете информационных технологий прошел АФК Дэй, посвященный двойному юбилею университета. 15 лет с момента основания и 30 лет национальной валюты. Напомним, что АФК – это Ассоциация финансистов Казахстана. В рамках мероприятия обсуждались планы внедрения сертификации по элективным предметам специальности финансы и менеджмент. Гости посетили аудиторию Халыкбанка и Иноцентр, где рассказали о достижениях студентов, включая успехи киберспортсменов. Мероприятие не только послужило поводом для торжества, но и позволило узнать больше о важных аспектах жизни университета и его вкладе в образовательное сообщество. 33-й деньгер – важный момент, потому что, если слушать сегодняшний акцент, валюта – это один из основных инструментов государства в управлении экономикой. Поэтому, пока у Казахстана не было своей экономики, не было самостоятельности, нет, биткоин не станет никогда официальной валютой, потому что в саму природу биткоина, собственно, вложено, чтобы он был неофициальный. То есть, сама идея в том, что это такая анархическая система, которой никто не управляет. В ходе выступлений Константин Пак поделился увлекательными историями эволюции денег, начиная от ракушек и заканчивая криптовалютой. Дал оценку развития экономического и финансовых трендов Казахстана, поговорил о прогнозах и рисках. Затем выступил Рамазан Досов, главный аналитик АФК, который рассказал о влиянии искусственного интеллекта на сферу доходов и инвестиций.